Литва может целиком закрыть мяжу с Беларусью. Увести надзвычайный стан, в суизе с миграционным кризисом, пропонувала Литовское Министерство внутренних справов. В этом случае контроль аховы мяжи перейдет до войска, а трапеть на территорию краину с беларуського боку будет немогчима. Тему протягне Владимир Старикович. У Литве заговорили про уведение надзвычайных остановок, что помежных с Беларусью районах. Поводля тамтейшего Министерства внутренних справ украйняя Захода может помочь развязать миграционный кризис, который у стяжа повеличивается. Коли пропонувала ухвалить у РАД, контроль над мяжою с Беларусью от помежников перейдет до войсковцев. И тогда трапеть у Литву с территорией нашей краины станет немогчима никому. Министерство внутренних справ иницииюе пропонувал оценить ситуацию и могчима обвести надзвычайное становище у помежных зонах. Про крайние Заходы полночные соседи заговорили после акции протеста на полигоне Руднинка, что отбылась после того, как стало вядомо про намер уладу разместить на полигоне 1500 мигрантов. Наперед одни некольки десятков особов уварвались на территорию военезванного объекта, блоковали дороги, нападали на уродовцев, подпаливали опоны. Причины конфликта очень очевидны. Есть некоторые политические силы в Литве, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Литве. Они используют эту ситуацию, прикрываясь кризисом нелегальной миграции. Не в забаве протест спынила полиция, а у Рад заявил об провокации с планованной деструктивными силами для штучного нагнятания ситуации вокруг миграцииного кризиса. Пытание в том, что обороняли люди. Полигон Рудненка – это место в учении службы грамадской безопасности. И оно военизованное. Это объект специального значения, где есть охова, забор, есть камеры, и эта территория местится вдаль от жилых массивов. Тому возникает питание, что обороняли люди. У раздеманной и беспосредней организации миграцииного кризиса официйная вильня просто виноватить режим Лукашенко. Ци бачать литовские улады белорусский след у цеперешних акциях протесту супрот нелегальных мигрантов. Это дело времени, когда мы выясним это все. Ясно то, что это используется против литовского государства. Темчасом бунтуются уласные мигранты. Гэтаку наметовым местечку у Литовском районе прибылы из Ираку, заборонили іншим мигрантам приматять литовцев ежу, повыкидали харчы и потребуют выпустить их с территории лагеря, где вернуть телефоны. Миграционный кризис у Литве выбухнул в конце травня после погрозы у Лукашенко перестать допомогать ее развязку в спине неплыни нелегальных мигрантов. Гэтые заявы прогучали, як помста за резкую реакцию европейцев на примусовую посадку самолета Райана и Руменскую с журналистом Романом Протасевичем на борте. Только за последние сотни на мяжи с Беларуссией литовские помежники затримали 110 мигрантов, переважной иракцев. А гулом же с початку года были затриманы 2839 таких особов. Для сравнения, за весь минулый год лик таких эмигрантов склау 74 особы.